Слушай, только что одобряла эти вот комментарии на Ютубе, и интересная там переписка случилась. Человек пишет, что ему такие мы, козлихи, не сказали, как от информационного поля услышать, как поправиться. А я ему предложила всё-таки сконцентрировать внимание на себе и почувствовать, где это информационное поле находится, как оно с ним разговаривает, и есть ли оно. И ответ меня ошарашил. Что? Что почувствовать? Надо, чтобы поле ему сказал, как быть здоровым. Ты скажи, да всё правду доложи. Дай мне инструкцию. Сколько таблеток выпить, чтобы поправить? И побольше. Круто. Ты знаешь, я иногда в шоке от таких комментариев. Я понимаю, что человек непонятно, что забыл на нашем канале, но вот этот вынос ответственности, когда информационное поле где-то, он к нему никакого отношения не имеет, но как только он к нему получит, это поле ему расскажет, как быть здоровым. При этом через посредников. Через посредников. Обязательно надо сходить, помолиться, таблеточку выпить, водочкой закусить, ещё что-нибудь. Круто, думать, мочи попить. Всё, что ему посредник скажет или передаст посредник информацию. И, блин. Блин. Ну, человек, на самом деле, на нашем канале в таком случае, я не знаю, вообще он залётный, что ли, получается? Он вообще залётный, пашечный. Ну, то, что он улётный, это да. Улетевший. Ну, просто прилететь, вот так знаешь, такое чувство. Прилетел, сел. Ой, здесь говорят что-то об информационном поле. Дай-ка я спрошу. Понимаешь, когда мы говорим об поле, о сознании Вселенной, о вселенском разуме, вселенской силе, о Божественном Духе, о Папе Римском, ещё о ком-то. Это всё вынас ответственности. Человек ленив по своей природе. И человек не совершает действий, не берёт ответственности за свою жизнь. И он ждёт, что какое-то поле, какая-то Вселенная, какой-то высший разум, Папа Римский, ещё кто-то за него сделает. Ты знаешь, до абсурда доходит. Мне вчера попался ролик в ТикТоке, просматривала, и тут раз вылетает какой-то фермер, показывает на там неискошенную, не перепаханную траву и обращается к президенту. Почему президент ему не перепахал поле? Или там не решил вопросы, чтобы ему там кто-то оказал поддержку в этом вопросе. И я смотрю на это, и у меня глаза открываются широко. Это точно так же, как там где-то в Якутии или в Бурятии асфальт требовали, чтобы Путин положил им асфальт. Ты знаешь, я когда вот эти такие ролики вижу, у меня вот не складуха в голове. Люди, а вы представьте, что вы поедете на какой-то саммит и так далее, будете вести переговоры, будете руководить государством и так далее. И максимум, что вы можете, да, это пожрать потом, после того, как этот саммит закончится, а там только облажаться. И вы этих людей, которые могут на этом уровне, мешаете с грязью и опускаете, вынося на них ответственность за свою лень, за то, что вы тупо не положили этот асфальт, тупо не перепахали это поле и так далее. И максимум, что эти люди могут сделать, это дать вам люлей, чтобы вы это сделали быстренько, ускоренными темпами. Потому что с такими… За люлями они же идут за… Да, так это запрос на люлей. Вот точно так же, один в один, у человека работает подсознание. Вот у человека он настолько ленив и предъявляет претензии к Богу, к вселенскому разуму и так далее, что этот вселенский разум, который в нём уже тупил от лени, говорит, бля, я тебе сейчас вкачу. Интересно, левой пяткой тебе вкатить или правой? И куда? В какой орган, чтобы тебе там поболело побольше? То есть это обезумие на самом деле. Это когда мозг атрофировался и не развивается. И вот на этом недоразвитии мозга приходят вот такие улётные мысли. Когда у человека кто-то что-то будет делать за него. А он, звезда кардебалета, будет играть в роль обращающегося за помощью ещё кого-то ещё. И на самом деле на разных уровнях вот это всё работает. Я тебе приводила пример, как недавно в жизни видела человека, который просто манипулировал тем, что у него есть проблема с ребёнком, что ребёнок такой-сякой употребляет наркотики, а вот он такой страдающий. И он этим дверь открывал. Это вторичная выгода. Вторичная. Во всём не взять ответственности, а вынести на кого-то. И главное, чтобы этот кто-то был вынесен, и неважно кто. И ему можно было предъявить. А самому не брать на себя ответственность. И тогда получается, в таком случае на самом деле, да, вот я сидела, слушала, в таком случае один единственный вариант – это люли. А люли могут быть какие? Болезни. А если она ещё смертельная, это вообще просто подбрасывает человека, да? И заставляет двигаться. Да. Очень быстро. Хоть какой-то выброс эмоций, между прочим. Ты знаешь, и здесь болезнь как ставит перед выбором человека. Либо ты осознаешь благодарность к тому, что ты имеешь, и начнёшь работать, начнёшь двигаться. Именно движение определять жизнь. Начнёшь жить. Хотя бы что-то поменяешь в своей жизни. Либо ты будешь болеть, и тогда подсознание само заменит тело, и новое тело будет двигаться. Дети все в движении. Да. То есть сознание должно течь. Сознанию надо движение. И если ты отупел и обленился настолько, что ты больше не дееспособен, значит, оно тебе помогает поменять тело. Вот тебе боль, вот тебе болезнь. И неважно, каким образом оно войдёт. А выбор при этом за тобой. Да. Но самое интересное, что вот этот же момент боли, получается, человек выбирает сам, не осознавая его, на неблагодарности через обвинения и через обиды, через манипуляции. Да, на выносе и обида. И манипуляция, в чистом виде манипуляция. Наше общество всё построено на манипуляциях. То есть заведомо попытка управлять сознанием другого человека, это попытка сделать ловушку паразитарную, чтобы подсесть на это сознание. И всё, и начинаются вот эти заморочки, начинаются тупые игры. Знаешь, как битый не битого везёт. Да, битый, вот это сказка в чистом виде, битый не битого везёт. Так создаются эти ловушки, так создаётся игра. И всё измельчается, измельчается всё. Прям чувствуется, как эти игры, они прям мельче, мельче. То есть я имею в виду ниже, ниже. Примитивнее, примитивнее, примитивнее. Всё вот. И потом это всё заканчивается, знаешь, как такое болото. Бульк, 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 бульк. И тут же идёт это религиозное. Смирись, смирись, не булькай больше. Всё, ты уже в нирване. Уже не надо тебе вообще булькать. Тебе жизнь вообще не нужна. Она тебе ни к чему. И инкарнировать тебе больше не надо. Всё, ты уже отработанный, переработанный, перегной. И так сознание выходит из игры. И сейчас, кстати, очень много сознания выходит из игры. Да, сейчас идёт именно освобождение. Очищение сознания, освобождение от этого пласта. Низкочистотного. И это выбор человека, который не осознаётся. Кстати, а осознать человеку как? Вот смотри, мы на этой неделе провели цикл курсов. Невероятных. Я считаю, эту неделю, которая была у нас, она просто… Но это волшебная. Я по-другому не могу сказать. Она волшебная. Но вот смотри, какая тема после неё всплывает. Во-первых, тема здоровья. То есть зачистки болезней, когда подсознанию болезнь как таковая больше не нужна. Потому что ты перестаёшь быть паразитом. Ты перестаёшь быть вирусом в большем масштабе, во вселенском масштабе. У тебя включается осознанность. Это один момент. И тогда твоему подсознанию уже не надо тебя наказывать болезнью, да, или чтобы этот механизм включался в тебя. Вот. А второй момент – это время. Всё, что связано со временем. С управлением временем. Всё, что связано с продолжительностью жизни и с продолжительностью отведённого времени на определённые игры. Что ты хочешь, чтобы у тебя происходило быстро. Что ты хочешь, чтобы у тебя завершилось. Что ты хочешь, чтобы у тебя развернулось. Это, по сути дела, уже элементы управления реальностью абсолютно осознанные. Но они как таковые вообще невозможны. Вообще невозможны. Пока человек не осознал механизм вина, благодарность. А его ты не можешь осознать, пока ты не осознаешь обиду. А её ты не можешь осознать, пока ты не осознаешь зависть. А её ты не можешь осознать, пока ты не осознаешь жадность. А её ты не можешь осознать, пока ты не проработаешь подавленную злость. И вот он букет. А теперь смотри, сколько людей готовы вообще настолько глубоко разобраться с собой. Вот пример. Я тебе вчера пересылала, или позавчера пересылала письмо мужика. А ты ответила мне, я ему, кстати, сбросила, очень сильно сдавленная злость, обида, обвинение. Все настолько концентрируется и контролируется там в нем. И он не готов с этим проститься. Смотри, у человека уже боль. Он уже чувствовал облегчение. Уже лучше стало, а потом возвращается. Почему возвращается? Потому что, подожди, ты продолжаешь гадить под себя. И, соответственно, жопа болит. Ну, потому что она гниет. Давай разберемся, как не гадить. А для этого надо разобрать вот эти пласты. Насколько человек готов вообще это разбирать? Не готов. Не готов. Не готов вообще. И я осознаю, что не готов. И мне сегодня очень хорошо, вот когда я зависла вот над этими рассуждениями, очень хорошо подсветила Айгюль. Да? Мама, которая написала. Она там написала про книги. Она начала читать книги по чату мам. Да, да, да. И я понимаю, что книги по чату мам – это для тех, кто не готов работать нормально, не готов развивать мозг, не готов, ему он не интересен сам себе. Но разговор мам с осознаниями. Знаешь, это как люди смотрят через стекло за чужой жизнью. Вот этот сказал, как мелодраму смотрит, и этот сказал. Вот на этот человек готов. Очень правильное слово – мелодрама. Да. За чужой жизнью наблюдать. Свою менять не готов, а за чужой готов. Вот книги по чату мам, они примерно такие же. Я сегодня мужу сказала, говорю, слышишь, мы затянули издание трёх следующих, давай-ка мы сейчас за осень их сделаем и отдадим в издание, и чтобы они появились. Потому что реально они для начинающих работают. Потому что человек готов наблюдать за чужой жизнью, но при этом, когда он читает, он понимает, так у меня же такая же лажа, и здесь у меня такая же лажа, и здесь у меня такая же лажа. Знаешь, готов наблюдать за чужой жизнью, но здесь смотри, какая ещё штука есть. Здесь круто начать с этого, да, человек, который не готов пока работать с собой, готов наблюдать, но вовремя сойти. Вовремя сойти с наблюдения за чужой жизнью, а войти в свою жизнь. Да, да, да. Но это следующий шаг, это на самом деле очень большой шаг, войти самому в свою жизнь. В свою жизнь. И начать жить свою жизнь. Ты посмотри, сколько людей вообще своей жизнью живут так. Роботы, автоматы. Роботы, автоматы. Просто смотришь, наверное, даже вчера или позавчера с мужем гуляли. Ну, просто мы гуляли, и как бы, а, и с дочкой тоже, да. И я, они ж, мои темы мы так сильно не обсуждаем. Но просто шла женщина впереди, но я не могла им не показать, и они согласились. Вот натурально. Знаешь, как завели, вот механически причём так, завели игрушечку, и она туп-туп-туп-туп. Только часики, туп-туп. Прям видно в глазах даже это туп-туп-туп-туп-туп-туп. Чёрт, человек куда-то шёл. Автомат. Автомат. Так даже подход, смотри, про объективную реальность, когда человек говорит, что есть некая объективная реальность. И если ты ему говоришь, что это реальность твоя, и что есть только субъективная реальность, никакой объективной не существует, он тебя считает сумасшедшим. Более того, вот у нас вчера с мужем состоялся интересный разговор в машине. Мы проезжали по Мстиславлю, и шла женщина. И у неё было странное лицо. И так как мы проезжали, во-первых, на скорость была, а во-вторых, расстояние было. Но я увидела, мне показалось, что у неё маска надета телесного цвета на лице. Я ему говорю, такое ощущение, что у человека маска на лице была одета. Говорю, лицо какое-то странное. И вдруг он переходит на объективную реальность. Говорит, а в объективной реальности у этого человека заболевание. Говорит, и это заболевание, там, рожа или как-то оно там называется, говорит, вот привело к таким искажениям на лице. Я говорю, подожди, в какой объективной реальности? Давай разберёмся. Говорю, вот сейчас есть твоя реальность, и есть моя реальность. В моей реальности я на скорости и восприняла, что лицо, я вижу, что изменено, что я не вижу нормального рта, и нижней части лица нормально не вижу. И у меня мой мозг дорисовал маску телесного цвета. В силу того, что у меня определённое зрение, определённые наводки, определённое восприятие, определённый опыт, я не могу на основании моих данных допустить, что у человека там рожа, например. Я не видела никогда в жизни рожа. И при этом время мало было, да? И при этом было мало времени, чтобы это рассмотреть, чтобы увидеть. Говорю, то есть в моём восприятии я вижу человека здорового в маске. Говорю, в твоём восприятии ты знаешь в силу того, что ты там выходец из этого города, что, возможно, это там какая-то знакомая, там, седьмая вода на киселе. Возможно, возможно. Говорю, ты знаешь, что есть такое заболевание, есть человек с таким заболеванием, и, увидев этого человека, ты воспринимаешь это как заболевание. Говорю, ну, перед этим этому предшествовало, что в твоём восприятии есть дополнительная информация. Вот этот слой. Говорю, теперь смотри. Возьмём, если бы этого человека вышло и попыталось увидеть свекровь, которой 90 лет, да, и который один глаз уже не видит, а второй видит плохо, и который очень плохо слышит, потому что в силу возраста она так воспринимает мир. Например, восприняла ли бы она вообще лицо этого человека? Нет, вообще бы это лицо отсутствовало. То есть в реальности свекрови, возможно, и есть в воспоминаниях этот человек, но сопоставить и воспринять она бы вообще не восприняла. В моей реальности этот человек в маске, в твоей реальности этот человек без маски. Он с рожей. Говорю, расскажи про объективную реальность. Где она? Если я буду со своей реальности общаться со своими знакомыми, их может быть миллион, и это будет человек в маске. Ты будешь общаться с мстиславцами и так далее, и они знают этого человека, для вас это будет человек с рожей. Говорю, какая объективная реальность? Где она? Где она? Ты мне расскажи, где она? В чьей голове она будет? Она будет в зависимости от того, кто в каком общении будет. Да, знаешь, так, кто, да, 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 у кого объективная эта реальность, кто из них вот скажет тебе так, как оно есть, да? Как оно правильно. Вот найди мне то информационное поле, которое скажет мне, как мне быть здоровым. Это право на соответственности, да? А на самом деле у нас у каждого в голове творится своя реальность. И в зависимости от того, как мы её творим, как мы исходим из нашего зрения, слуха, из нашего восприятия, да, как мы воспринимаем других людей. Вот тебе возьми вот тот опыт здесь как раз. Какой у тебя опыт? Какой опыт жизненный? Та информация, которая внутри тебя, на какую ты опираешься. И опять-таки, в каком состоянии ты пребываешь? Да. Если ты пребываешь в состоянии где-то стресса, где-то подавления, где-то ещё чего-то, у тебя твой ум дорисует всё, что угодно. Будет из этих красок. Из этих красок, да. Исходя из того состояния, в котором находишься ты. Тут вообще настолько это очевидно. И когда говорят объективно, это вот так. Объективно, это опираясь на опыт. Это, ну вот, просто. На свой собственный. Настолько. А сколько их? А смотри, в Турции тоже было. Помнишь, мы проходили по Пирцу. И там до этого наши всё время сидели, там в карты играли. А потом там сидела точно так же семья. И мы проходим, и я им что-то бросаю про игру в карты. А они, кажется, не играют в карты. А мы не играем. А мы не играем в карты, да. А у меня чётко, я вижу, что они играют в карты, потому что перед этим три дня там сидели и играли в карты. Да, и у тебя уже сфотографировалась картина? Уже сфотографировалась картина. Сфотографировалась картина, да. И идёт наложение реальности. Козы похожие, и всё. Да, идёт наложение реальности, и всё, не совпадает. А если потом проходил, да, проходил, там люди играли в карты. Потому что в опыте был. Мы опираемся всё время на свой опыт. Конечно. И этот опыт нам создаёт иллюзию этой объективности. Именно иллюзию. Именно иллюзию. А человек на эту объективность выносит ответственность. И опирается. И опирается. И будет утверждать, и будет защищать. Причём, ты знаешь, сейчас, когда опираются на какие-то научные факты, ещё на что-то, это выглядит так смешно. Я сегодня, опять-таки, вот этот ролик с Атьей, в последнее время, я когда вижу его ролики, вот он напоминает Петросяна на самом деле, не психолога. Нет, чётко Петросяна, и вот выступление такого шоу-формата. Он взял себе такую, да. И в ней прям... 80% женщин, потом посидел... Нет, научно доказано, 60% женщин после замужества перестают заниматься оральным сексом. Подожди, кто считал? Наука доказала? Как наука доказала? Ты мне расскажи, они в постель залазили, или они в рот брали, или что, 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 как они могли доказать, такой процент женщин занимается. Они ездили в племя Бумба-Юмба и спали вместе с ними. У меня тоже сразу на это реакция была. Кто, где, когда это посчитал? Безумие, безумие. Главное сказать, наука всё посчитала. Да, научный факт, объективный факт. Сразу просто свято верится. Тынь, и всё, глаза как у кролика. Вот именно тынь, вот это у него сразу, да, так тынь, да, будет исполнено. И при этом у половины человечества наука доказала, тынь, глаза как у кролика, у второй половины по Библии так полагается. Да, и всё, и не спорьте. И тынь, глаза как у кролика. Не спорьте, смиритесь, больше не булькайте. Вы уже всё, вас уже размазало, вы уже в перегное. И так это очевидно вообще. Простые вещи проговариваем вслух. Всего лишь, знаешь, задуматься, почувствовать, да, как это может быть. Почувствуй. Почувствуй. Где мне надо взять эти чувства? В жуте, блин. Если у тебя мозгов нету. Мне надо же, чтобы мне экран сказал, информационный экран мне сказал, как мне делать. Малахова с мочой. Выпей стакан мочи, тебе полегчает, блин. Смотри, информационный экран. А ты вот, а задумался ты, что этот информационный экран, это твоё зеркало тебе показывает? Насколько ты безответственен, насколько ты ушёл от себя и вообще не отвечаешь за свою жизнь. Тебя нет. Ты пустое место, у тебя есть всё, что угодно. У тебя есть информационное поле, а тебя нет. А тебя нет, потому что в это время ты булькаешь в своей вине, обиде, злости, жадности, зависти, гордыни. Вот во всём этом бульканье. Вот, вот, вот. Весь спектр ты просто булькаешь. И потом смирись, смирись, умри, умри, умри. Вот смирись и умри – это одно и то же. Больше не булькань. А самому шевелиться нет. Самому жить нет. Нет, выйти из этого бульканье нет. А самому максимуму – это предъявить претензию. Почему Путин не положил мне дорогу? А, а этот Путин… Почему не вскопал наш? Ему там не вспахал? Безумие. Безумие вообще. Безумие крайней степени. При этом, смотри, если взять вот как в жизни именно конкретную какую-нибудь ситуацию, ты уже с дорогой там или с чем-то там не проложил, человек скажет, так вот, а как? Как в таких случаях? А кому же еще предъявлять? И даже мысли не допускается взять на себя ответственность и начать действовать в эту сторону. То есть идти туда, где конкретно этим занимается. Поговорить. Даже фотографировать. Вполне возможно, что есть федеральный фонд, который выделит средства. И все это проявится, да. А человек нет. Он лучше вот спрячется и будет обвинять, как гав-гав за забором. Да, да. Так оно гав-гав за забором-то, посмотри. Оно так и получается. Вот эти статьи, преследования меня, которые сразу открываешь, если прогуглить Наталья Зайцева, да, инфодайнг, сразу Наталья Зайцева, мошенница. Кто гавкает? Вот те, кто спрятался, те и гавкают. И это один человек, по сути дела, который выступает от религии. И при этом мы уже знаем, почему гавкает. Ну, потому что, а как религия может молчать, когда ты просто показываешь ту роль, которую она составляет в деградации человечества? Это масштаб человечества, деградация. Это болезни. Государство тратит на болезни деньги, и они конкретно их развивают. За счёт выноса ответственности. За счёт того, что они стали посредником между Богом и человеком. Они разделили человека. Вот он шизофрения, вот он в безумии. Бог в человеке, а надо было выделить его из себя и поставить себя между ними, сказать, я буду чёрными ритуалами вершить. И пошла чёрная магия в цирковом обличье. Вот оно. Да как об этом не говорить, слух? Это безумие, люди, очнитесь. Это безумие в чистом виде. Сегодня в чате дач нам написали перед деревней. Как это там написали? Перед деревней чертяж поставили крест. Чем руководствовались, или что там вело люди, и чем руководствовались люди, когда это делали? Чем безумием. Что их вело? Безумие вело их к таким действиям. А на самом деле зачем? Зачем крест ставить у въезда в коттеджный посёлок? Зачем крест ставить? Это на себе крест ставить. Зачем крест ставить на своей жизни? Крест на своей жизни поставить. Я, получается, еду в своё, где живу, перехожу через крест. И я на этом поставлю крест. Крест как на могилу. Как на могилу, да. Для меня теперь этот населённый пункт могила. Жизнь моя могила. Смотри, вот очевидно. Открой крышку гроба, блин, вылезь из этой крышки. Хватит тебе под этой крышкой спать. Честное слово, так и хочется сказать. А кто спит? Вот зомби спят? И спят вампиры, и спят. Вот поэтому мы и говорим из мира мёртвых. Вот этот вот мир видится как миром зомби, спящих и безжизненных. Это трупы, скелеты в шкафах. Так и есть. И жизнь полностью руководствуется скелетами шкафов, кармой. Человек-робот из кармы полностью живёт, потому что... А где свет? Где солнце? Нету жизни. Пора просыпаться. Пора просыпаться. Пора эту крышку гроба снимать. Это ограничение. Я верю, что в Беларуси будет разум, что отсюда пойдёт разум. Просто нету больше... Он уже не здесь. Он уже здесь есть. Начинается движение отсюда. И я верю, что отсюда свет пойдёт. Настолько, что... Потому что именно здесь, кстати, именно здесь, сколько я уже людей за последнее время встретила. Те, которые говорят, что они уже знают, что такое инфодайинг. Им интересно то, чем мы занимаемся. И им интересно книги читать. И я удивлена, что вот в народе, именно в народе поддержка инфодайинга здесь, в Минске. Встречаешь людей, а тебе говорят просто спасибо. И просто невероятно. А ещё, знаешь, невероятно. Вчера увидела ролик. Кстати, мои земляки, получается, под Солигорском. Ребята. Сады сейчас же яблоками всё завалено. И люди там, кто-то там, опять-таки, претензии предъявлял, что там государство не собирает. Или там дёшево собирает эти яблоки, носок и так далее, и так далее. А там, ребята, просто вот сад. Они поставили столик, поставили весы, поставили яблоки. Плюс яблони рядом. Ты можешь брать сколько угодно. И можешь оставить там 10 копеечек за килограмм. Можешь сколько хочешь оставить денег. Поставили баночку для денежек. Сколько соберут, столько соберут. Кто хочет, собирай яблоки. Немецкая система. То есть, мы когда-то говорили, о, в Германии так круто. Или вот в США про мандарины. Точно так же сын рассказывал, что точно так же покупал мандарины. А вот ехал, и там мандарины можешь пойти, нарвать, поставить, взвесить, оставить денежку на месте и уехать. И вчера, читая у нас, ребята по-целегорскому точно так же поставили. И точно так же, кому нужны яблоки, остановились, купили по 10 копеек и поехали. И всё это на доверие, и всё это на благодарность. И они не стали закапывать это и портить. Так вот, плавно перейдём потом на эту тему. Ну, запишем по-другому подкасту. Как раз таки, так вот, хорошо, когда пример берётся. Действительно, пример, который полезен. Полезен, да. Вот это есть полезное, действительно, которое как на жизнь, то есть на рассвет, на развитие. Вот это пример, да. А когда мы берём примеры, которые на зажать, то здесь уже, конечно, идёт. Конечно, любовь – это свобода. Да. Свобода, именно через свободу. Вот они, благодарности вот эти. Вот она, благодарность. Так получается, смотри, ты ведь эти 10 копеек не отнормируешь ценообразованием, ничем. И человек может обмануть, может не обмануть. Это на его совести. А кто-то не 10 копеек, кто-то захочет несколько рублей оставить. Это всё на благодарности. Это всё, это то, о чём мы говорим, надо переходить с должен и виновен в благодарю. Это реально о развитии. Это правильный. Это правильный подход. И в психике именно такой механизм и работает. Механизм благодарности. И на благодарности ты не закапываешь, не хоронишь, не портишь свой труд, который ты вырастил, ты создал. И невозможно благодарность отконтролировать. Потому что она от души, это свобода. Ты тогда ценишь себя и ценишь, естественно, друг друга. И ценишь другого. И тогда вин-вин выигрывают оба. А когда всё зажато, когда зажимается, я вчера… Тогда развивается воровство. Да, тогда воровство развивается. Я вчера ходила там в Мстиславле, когда были, на рынок съездили, там бабуле картошки надо было купить, и мы прогулялись по рынку. Я ходила, смотрела, как предприниматели выживают сейчас. И ты знаешь, у меня была одна мысль, что люди, которые сейчас говорят о повышении налогов, например, с января, вот их бы надо было отправить на такие рынки, чтобы они погуляли и походили там. Чтобы увидели, например… Даже не на рынке их бы вообще вот… Вот, например, в этом городке, городок-то небольшой, но городок очень уютный, очень исторический, реально классный. Вот это для туризма городок великолепный. И там работы как таковой нету. И получается, и магазинов как таковых нету. Там из продовольственных хороший один магазин, европтовский, всё. Остальные магазины качества не очень. И ту же самую одежду купить, обувь купить и так далее. Люди неделю ждут, чтобы сходить на рынок. На рынок раз в неделю съезжается со всех окрестных городов и деревень всё предпринимательство. И вот оно там торгует, причём торгует там, наверное, с 6 или 7 утра, наверное, до часа дня. И потом на вазах прямо разъезжаются. Знаешь, вот это… Смотришь, там лошадь, ВОЗ, и поехали там предприниматели в Ленской деревне. Ржачно, но что есть. Лошадь, Мерседес, лошадь. Да. И понимаешь, вот если это всё обрубить сейчас налогами, то как будет жить этот город? Где они одежду будут брать? Где они? Где они? Это тогда уже вводить в систему распределения? Это мы вернёмся вообще в 20-е годы. Это страшнейшая деградация. Это страшнейший отброс назад. То есть, когда какие-то налоговые мероприятия принимаются, глядя на Минск, это неправильно. Надо вот этих людей, которые принимают законы, отправиться вот в эти мелкие города, чтобы они там побыли, посмотрели на самом деле. А у меня такое чувство, что вообще, вот когда принимаются вот такие законы, то знаешь, я честно скажу, по мне, я вот как я чувствую, это принято… Знаешь, как сидит человек на работе, нечем заняться. Уже в телефоне он там посидел где-то в интернете, да? Но надо же проявиться. Он проявляется вот просто. Вот просто проявляется так. Вот ему хочется сделать вот такое. И уже тогда все аплодируют ему. Всё. Вот у меня такое, честно скажу. Здесь нет разума. Нет разума. Нет разума. Ну, просто его, ну, это, ну, очевидно, неразумно для любого, мне кажется, человека неразумное. Неразумный подход. Вот надо отправлять, чтобы даже пожить, я бы сказала, пожить месяцок в этом. И тогда ты можешь что-то показать. Чтобы тебе понадобились продукты, чтобы тебе понадобилась одежда. Чтобы тебе понадобились какие-то вещи, и ты понял, что ты их можешь купить раз в неделю у этих предпринимателей, которые привезут. А всё остальное время ты не можешь их купить. А если там что-то там в хозяйственных или ещё где-то в магазинах, то это будет другого качества и за другие деньги. А заработать там достаточно сложно. И тогда захочется там и агроэкотуризм развивать, и всё остальное. Кстати, касательно агроэкотуризма, там в окрестностях две агроэкосадьбы, где можно остановиться, переночевать. И я каждый раз думала, почему так мало? Вот ты едешь туда, ну, благо у меня сейчас свекровь жива, а потом же там же останутся родственники, там останутся могилы. Больше никого не останется, больше у нас там никого нет. А свекрови 90 лет, да? А потом мне туда приехать, где мне остановиться? А негде. А реально, вот он агроэкотуризм. То, что должно быть. А ты думаешь, сколько людей живут в Минске, у кого вот так родня умирает, и всё. Потом тебе приехать никому. Тебе надо либо гостиница. Ты знаешь, ты сейчас сказала такую штуку, действительно так. Так, у меня деревня детства вот была, куда меня на лето отправляли родители. Место, ну, такое красивое, оно среди леса, оно там вообще такое, там чистейшая природа. И сейчас вот действительно нет никого, да? А я бы с удовольствием в этих местах на недельку бы, на две, вот на агроусадьбе у кого-то, если бы там была. Если бы агроусадьба была. А сейчас их вырубают тоже. Классно, на самом деле. Потому что, если приехать, мне негде здесь там остановиться. Ну, нет, меня там примут, но там деревня, там я не знаю, сколько осталось. Дома стоят, но которых живут, может, там пять, хат, шесть. А место красивейшее. Ну, вот точно так же, как Мстислав, я бы с удовольствием и дальше приезжала, но я туда приезжаю, пока там есть жизнь. Но там останутся могилы, и всё равно мы будем ездить, и всё. А ехать больше 300 километров в одну сторону без ночёвки, оно даже сложно просто физически, чтобы ты за один день успел. Я к своим родственникам, вот по могилам, Солигорску, я скоро туда поеду. Ну, там 100, 120, 130 километров, это в одну и в другую сторону я за день успеваю. То есть я обычно там не ночую. А если говорить о Мстиславле, это уже другие расстояния, там переночевать хочется. Поэтому вот этот агробизнес и вот всё, что связано с предпринимательством в мелких городах, в райцентрах и так далее, нельзя под одну ребёнку, нельзя даже сравнивать с Минском, и нельзя, вообще нельзя рядом ставить. Там и так этих деревень, въезжаешь в деревню Лещенко, ни одного дома не осталось. Деревня Засожье, которое я люблю, там тоже ни одного дома не осталось. Это ошибка, нельзя это вырубать. Это грубая ошибка. Убирать, убирать, просто вот действительно, это знаешь, как в школе бы сказать, поставить за это кол. Это ошибка грубейшая. И она сейчас работает на деградацию, а не на развитие, потому что сравнили, уравняли мелкая и столицу. Нельзя всё по столице мерить. Столица – это столица, а периферия – это периферия. Да, там другие подходы. Да вообще подходы, надо менять подходы на благодарность. И вплоть до того, что на той же самой периферии вводить подходы, чтобы налоги заменить на благодарности. Чтобы эти предприниматели выжили, потому что есть те, кто не выживает, которые… Ну, я видела, что распродаются люди, и они просто не будут работать. А если они не будут работать, то кто будет работать? Понимаешь, спиться легко. Ну, и плюс сейчас очень высокая смертность прошла. Очень много умерло людей с тяжёлыми заболеваниями. И как бабуля говорит, мы когда приезжаем, она сразу кучу делала. Вот это покосить, это убрать, это то, это то. И потом говорит, если бы, говорит, вы что-то не успевали, то нам лучше задержаться и доделать работу. Почему? Потому что, говорит, там не обратиться некому, говорит, на улице ни одного мужика не осталось. Ну, это факт сейчас. Поэтому пока дети приезжают, приехал, помог, что-то сделал. Я даже зависла над этим всем. На самом деле, глубиной прям зависла. Идут такие вещи. Сознание общества глобально надо менять. Глобально. Глобально игра в государстве из вины или игра в государстве из благодарности. Из чего будет? Из податей или из благодарности? Из чего? Где развитие? Оно же очевидно. И сейчас наши слова могут звучать вообще глупейшим образом, да? Но пройдут годы, и будет очевидно, что вот в начале этого века об этом говорилось вслух. И это можно было начинать делать прямо сейчас для того, чтобы изменить цивилизацию, изменить то, что происходит. Если мы даже возьмем масштаб… Для этого не надо, знаешь, для этого не должно быть «а ты, а ты, а вот ты, а ты, а ты». Не должно быть, не должны быть все вместе. Все вместе, я, 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 мы вместе. Да. Я отвечаю, каждый отвечает, не полагаясь на другого, а на себя. На себя и работа, на себя и действия, на себя и проявления. И если каждый будет жить там по принципу «где я, там и солнце», то зацветут сады везде. Потому что, кстати, что мне очень нравится, белорусы очень трудолюбивые. И россияне, много трудолюбивых, украинцы трудолюбивые, очень много трудолюбивых людей. И белорусы вообще, они без работы не могут. Вообще, вся периферия, я тебе скажу, трудолюбивая. Вот периферия, то, что сейчас просто исчезает и размазывается. Периферия, да. Периферия, а периферия – это самые трудолюбивые люди. Возьми что угодно, Беларусь, Россию, Украину, любое возьми. Да. Все выращено своими руками, обработано, поля ухожены, все. Но проезжали мимо садов очень много яблок в садах. И люди не знают, что с ними делать. И участников. Ну, этот же год урожайный, очень урожайный. И я вижу проблемы. Поэтому меня очень порадовали солигорцы. Если бы и другие точно так же поступали, то молодцы. Кто-то закапывает яблоки, а кто-то бы купил тебе за эти 10 и 20 копеек и больше, на то, чтобы сам сок выгнал и своим бы детям дал бы свежий. Да, на самом деле, ведь по сути-то все люди, они тёплые, на самом деле. Да, и у каждого сработали на свои возможности мозг и смекалка, и всё. И оно бы пошло, вот оно просто пошло бы расширяться, это тепло. Да, и свободу, чтобы человек проявился. А человек может проявиться когда? Когда он благодарен. Когда он свободен. Когда он свободен. Ну, смотри, свобода и любовь – это одно и то же. Но шаг с благодарностью. Когда человек, смотри, пока человек не осознаёт благодарности себе. Да, однозначно. Он себе неблагодарен, даже не принято у нас самого себя благодарить. Муж неблагодарен жене, жена неблагодарна мужу. Дети неблагодарны родителям, родители неблагодарны детям. Родители неблагодарны детям, обвиняют детей, что они такие сякие, хотят наказать в старости. Как они наказывают их? Тем, что они ложатся, а дети им жопу моют. Вот она неблагодарность родителя относительно своего ребёнка. Точно так же неблагодарность детей родителям и пошли вот эти качели. Точно так же выйдем на уровень государства. Нам вот государство должно, и опять-таки неблагодарность на этом уровне. Неблагодарность в мировом масштабе. В каком масштабе ни возьми, благодарность раскачивает игру в обвинение и в несвободу, во власть. А если ты эту игру свернёшь просто через благодарность всему окружающему миру, той же власти, самому себе, ты сворачиваешь эту игру, разворачиваешь другую игру. Я проявляюсь через благодарность. Я делаю всё, что могу наилучшим образом, через благодарность. Я благодарю, я делаю то, что я могу делать вот здесь и сейчас. Могу я там пойти убрать эту картошку, иду и убираю. Могу я эти яблоки делать? Могу. Могу я там обучать детей? Могу. Могу я там вот это, шить, вязать, точать, всё что угодно? Могу. Свечу. Как могу, так свечу. Ну и к чему мы приходим? И.П. И.П. Индивидуально предпринимательство. Только развитие предпринимательства. И тогда не надо поддерживать предпринимательство, не мешать им светить. Да. Просто благодарность вам за то, что вы есть, и дальше предприниматель сам разовьётся. Прорастёт, как зерно, сквозь асфальт прорастёт. Как раз таки все ООО… Это обман. Обман. Это попытка спрятаться, увернуться… От ответственности. …увернуть полностью ложь. И тогда что мы развиваем? Убираем чистоту, красоту, развитие, да? И развиваем ложь. Точно так же смотри, как если мы возьмём экономики, белорусскую, например, или российскую, любую. У нас же постсоветская экономика, она вся ориентируется на валовый продукт. И деньги у нас считаются конкретно по… Вот имеешь столько, значит, имеешь. И возьми американскую экономику. Акционеры, общество, сколько ты… Мыльный пузырь, сколько тебе соберут? Это не обеспечено деньгами. Но это мыльный пузырь. Это же, конечно, это развивает экономику. Раздутый мыльный пузырь. Раздутый. Легко подняться, легко обанкротиться. Всё легко. Через ложь. Через ложь. И смотри, зайди через валовый продукт, через нашу модель. Да, она тяжёлая, она грузная, но она соответствует тому, что ты видишь проявленным. Но она чистая. Но она чистая. Она проявленная. Так вот это… Так вот там ООО и проходит, а здесь должны быть ИП. Да, да, да. И вот опять-таки о примере. Бери. Везде можно увидеть образец, опыт, пример для себя. Бери то, что действительно… Ты можешь посмотреть. О, это хорошо. Ну, это там, ну, так себе. И бери, бери хороший, расцветай. То есть, бери примеры хорошие, как эти, что там с яблоками ты говоришь. Смотри, так даже в сказках русских народных, помнишь, когда мужик вырастил репу и с медведем делил тебе вершки, а мне корешки, да? А потом вырастил пшеницу и говорит, ну, теперь тебе корешки, тебе корешки, а мне вершки, да? Да, да. Вот оно. Вот оно. Ты можешь выбрать, ты будешь брать корешки или вершки, потому что когда ты ориентируешься, например, на западную модель, благодаря тем же самым украинцам, беженцам, посмотри, как они подсветили в ТикТоке, на Ютубе сейчас очень много, те моменты в западной модели, которые ты никогда не взял в своё общество. То есть... Они подсветили болезнь на самом деле. Они подсветили болезнь того общества, они подсветили все моменты, как эта болезнь развивается. Те видео, которые проходят, меня, например, ставят в ступор, когда я вижу людей. Ну, я тогда не удивлена, что сегодня уже существует там и не 5, и не 8, уже, говорят, 80 видов полов. Ну, конечно, если ты потерял половую идентификацию, ты не можешь отличить женский половой орган от мужского. И когда у тебя в голове сбито программное обеспечение, просто сбито, ну, так подождите, это больные люди. Давайте поправьте им программное обеспечение, перепрограммирование, и у человека пойдёт нормальное развитие в соответствии с телом. Потому что тело в данном случае в проявлении первично. И в женском теле живёт женщина, а в мужском теле живёт мужчина. А оно... Или они... Это варианты психических расстройств. Да, это вирусы. Это вирусы, да. И вот эти вирусы – это диагноз. И с диагнозом человек не должен попадать ни во власть, ни в образование, ни в медицину, никуда. Да, то есть если ты болен, ты заразен, то ты должен находиться либо в изоляции, либо в определённом социуме, который позволяет тебе там жить комфортно. То есть грибы растут там под елью. Вот и сиди под елью. Если ты исходишь из этого, и если ты... Все вещи... Для этого всего лишь надо искренне всё назвать честно, своими именами. Если у человека есть такая проблема, у неё должен быть правильный диагноз. Ведь это психические заболевания на самом деле. И получается, что человек с заболеванием становится у власти. И очевидно же, что он будет распространять. Конечно. Поэтому всё, что связано с педофилией, с гомосексуализмом, с лесбиянством и так далее, что выдаётся сейчас за норму, очень правильно, что сюда не поступает. Оно не приходит сюда, но не копируется. Не надо копировать болезни. Надо копировать, выбирать, что ты копируешь, и копировать осознанно. Для этого дан разум. Скопируй. Вот, классные модели. Мне очень понравились в Германии дома. Тоже видео смотрела, как устроены почтовые ящики, как обустройство внутри жилого дома ведётся. В принципе, я не думаю, что дом, в котором я живу, хуже. Примерно всё то же самое. Но не все дома, скажем, и сегодня в Минске оборудованы тем же самым видео, и там подъезды хорошие, и так далее. Не все. Вот надо, вот есть к чему стремиться. Скопируйте хорошее. То, что удобно. То, что удобно. Вам лично удобно. И, понимаешь, и не ставьте палки в колёса, если к вам приносят красоту какую-то в дом, вот в большие дома. Если приносят, не ставьте палки в колёса, потому что вам это, вот вам не хочется, у вас каприз, вам хочется повредничать. Возьмите, поблагодарите этих людей. Вот для этого власти нужна, которая приходит и говорит, так, в этом доме будет видеонаблюдение, почтовые ящики, хороший ремонт делаем. Вот этот капитальный. Тогда вот те, кто палки в колёса ставит, они не могут открыть ротик. Они молчат. И тогда просто благодарность, и всё. Точно так же подвели интернет, провели, и не ориентируешься, как вот то, что мы вынуждены были сменить студию, потому что ориентация пенсионерам не нужна на интернет. Да, и надо было спрашивать, и она принимает решение, что надо тебе, или что не надо тебе. Ну, это вообще просто... Получается, пенсионер решает, нужен айтишникам интернет или не нужен. Да. Да для пенсионера интернет вообще он уже давно забыл. Кстати, а на эту тему смотри, что такое интернет для пенсионера. Если пенсионер успевает развиваться, следит за программным обеспечением, за новизной, телефонный компьютер, развитие, 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 он не стареет. Он не стареет, он развивается. Он развивается. А если он решил, что это ему не надо, как только развитие остановилось, деградатное кладбище. Да. Играем в болезни, играем в старости, пошел к кладбищу. Да, да, да. Вот оно. Потому что сознанию надо двигаться, сознанию надо развиваться, сознанию надо интерес. А если ты себе этот интерес обрезаешь, потому что тебе там уже 60, и ты уже считаешь, что ой, это уже дети, уже чани, но при этом будешь говорить детям этим, не занимайтесь этим. Ты виноват, что ты мне картошку не выкопил. Да, да, да. То есть, понимаешь, вот, сознание тухнет, естественно, если сознание тухнет, если нет интереса, естественно, она будет стремиться разрушить ту коробочку, в которой оно находится, чтобы выйти из нее. Ну, видишь, единственное тогда, что человек будет понимать, он понимает язык болезни. И при этом, смотри, он будет выносить ответственность за болезнь, на кого-то, на что-то, как крайний вариант, на старость и на возраст, а так на Бога, на Вселенную, на соседку, которая сглазила и так далее. А на самом деле, это деградация от лени и лжи. И от того, что ты сам себе не нужен и не интересен. Да, да. И смотри, да, да, и говорят же даже старые люди, а уже, жизнь мне неинтересна, я уже пожил. Я уже пожил. Ну, конечно, тебе неинтересно, если ты уже к этой фразе пришел, уже давно ты, значит, не по интересу живешь вообще для тебя. Естественно, она тебе будет неинтересна и будет твоя жизнь сокращаться. Она будет сокращаться в любом раскладе, когда ты неинтересен сам себе. Сам себе. Сам себе. И в любом раскладе, когда ты интересен сам себе, тебе интересно чувствовать что-то, тебе интересно, что ты чувствуешь, тебе интересно разобраться, Когда ты чувствуешь вину, обиду, злость, когда зависть, когда гордыня проявляется, жадность. Зачем это приходит в твою жизнь? Какие механизмы это в тебе запускает? Как это отразится на реальности? А может ли твое сознание, вот здесь сейчас хочу, чтобы это сразу проявилось во времени, в проявлении? Вот эти игры, когда тебе начинают быть интересным, тогда поговорим о том, что у тебя удлиняется жизнь, у тебя восстанавливается здоровье, у тебя отваливаются заболевания и так далее. У тебя появляется огонь в глазах, огонь жизни. Да, огонь жизни. И тогда тебе не надо торопиться на кладбище, тогда ты и в этом теле интересна жить. И все, и пошло долголетие, пошло процветать. То есть оно начинает уже укореняться, и 150-200 лет будет. Да, да. И дальше. Для этого в школах тоже надо вводить. Тогда надо с детства в школах вводить уроки благодарности обязательно, и взрослым. Видишь как, сейчас есть такой косяк, который очень сильно в школах фонит. Когда нереализованные родители, то есть они не проявились, они получили образование, потому что они рассчитывали, что они будут кому-то нужны, а на выходе, когда они не нужны сами себе, они не нужны никому. И нереализованные папы, мамы долбают этого ребенка и сбрасывают на него свои эмоции, свою злость, свое раздражение, свое... И, соответственно, дети начинают болеть. Вот посмотри на выпускников, хромые, сутулые, больные и так далее. В армию призывать-то на самом деле некого, если посмотреть по-честному. То еще 20 лет назад, если взять тот стандарт по призову в армию, сегодня вообще бы ни одного бы не призвал на выходе. И тогда и выгода получается в разнополости этой 80 полов. Ну да. Короче, вот получается. К чему движемся? Да, да, да. Это все болезни, болезни, болезни. А на самом деле возвращение к себе и введение в школе той же самой благодарности, когда родитель возвращается к себе искренне, находит, чем ему заниматься искренне. И вполне возможно, что свое первое образование он получил зря. Вот сейчас сказала и зависла. У меня это первое техническое. А смотри, какая тема, которую мы с тобой нашли. Техническое образование будет расти только в цене. К этому мы придем. Смотри, к чему мы пришли последние наши консультации, когда мы… Вот у человека уже убрал из подсознания все, живи, создавай и так далее. А у человека даже уже изменения по телу идут, по здоровью, и ребенок там выходит и так далее. Живи, создавай, развивайся. А у человека не хватает плотности сознания. А плотность сознания, она от чего зависит? От информационной заполненности. А эта информационная заполненность чем? Это тебе не мелодрамы посмотреть и не этих вот пупсов понюхать. Это тебе физика, математика, это прикладные науки, естествознания, все, что связано с мирозданием, с проявлением. И потом дальше то, что связано с тем, чтобы ты мог проявиться в действии. Творить, строгать, изобретать, конструировать и так далее. И техническое образование очень сильно уплотняет сознание человека. И не просто так у нас с тобой. Техническое образование у тебя и у меня первое. А дальше уже можно наворачивать лингвистическое, психологическое, какое хочешь. Пожалуйста, да, дальше расширять. И потом смотри, какое тебе из этих надо, какое не надо. Я, например, одно вообще похоронила, оно вообще не надо было, зря потраченное время. Второе. Ну, а так получается, техническое образование, оно никогда не будет зря. А дальше все равно надо находить себя. И для тех людей, у кого не хватает вот именно этой плотности сознания, когда есть вот эта распыленность, размазанность, то просто тупо сесть, поднять учебники из-за 10-11 класса и начать заново изучать физику, математику. А в этом кто помогает? Дети. Дети. Вот, ты учи со своим ребенком уроки и не тыкай ему, что ты такой умный, а ты болван ребенок. А сядь и сам выучи. А сядь и начинай поднимать. Все это только тебе на пользу. Да. Потому что у тебя плотности сознания не хватает. Да. У тебя просто не хватает азов знаний о мироздании. Угу. И тогда ты не можешь заниматься миросозданием, потому что у тебя не хватает опыта и знаний. Как ты можешь писать, читать, если ты не знаешь букв? Да. Выучи буквы. Вот. Так же, как… Это недообразованность получается. Да, да. Поэтому все, что связано с образованием, инфодайинг, поэтому в школе очень нужен. Образование играет большую роль. И образование должно быть в обществе, оно должно быть хорошим, качественным. В Беларуси, кстати, хорошее образование, как ни крути. И высшее образование у нас хорошее. Потому что оно еще временами советское. Временами. Временами. Но надо было дополнить с последними открытиями, изобретениями и так далее. Временами, да. Частично хорошее. Меня удивляет сейчас, что вот Ярослав пошел в пятый класс, не хватает плотности материала. У нас был материал плотнее. Вот то, что размазали. Не хватает плотности уже сейчас в образовании. То есть материал размазан. Его надо было поплотнить. Но я думаю, что к этому тоже со временем придут. Еще в школах, знаешь, что хорошо очень… Мы-то проходим там анатомию человека, но я вот четко знаю, что ребенку в школе очень хорошо изучить плотнее этот материал. Как ты устроен, как что работает, и с интересом подать этот материал. Потому что это знать, как ты устроен – это самое важное. Это самое важное. Это забота о себе, это любовь к себе. И это момент разворота к себе. Да, знание себя. И ты можешь ценить себя. Это опять-таки к этому. Акцент не на литературе, не на… Да, на пустышках. На литературе, я считаю, пустышкой. Я тоже считаю. Этот материал, он хорошо, если его преподает преподаватель не с подачи, не знаю, воды, а с подачи интереса просто как опыта показать. Вот такой опыт, вот такой опыт, вот здесь такой. Все, это можно, да. Но это больше она не нужна. А ведь это несется к искусству. Братцы, то, как подано у нас сейчас искусство, это искусственный. Наш мозг вот четко, все искусственное. Все. Вот оно, искусство. Ты знаешь, вообще, если брать тему искусства, если мы возьмем живопись или там примеры искусства из современного арт-варианта. То вообще просто… New art и так далее. Смотри, раньше человек много учился, старался написать картину там… Подробнее, мелочи, прям точно-точно. Много труда. Да. И на выходе зачастую умирал в бедности. Да. А смотри, сейчас у нас есть люди-олигархи. Он строит дом, и ему надо на стену вот размер такой-то на такой-то в таких-то тонах, да, и чтобы там что-то было нарисовано. Но если ты имеешь много денег, и к тебе приходят богатые персонажи в гости, то эта картина должна стоить минимум там 10 миллионов долларов. И вот рисуется. Тебе какие-то она нужна. А, такие, так плясь краской размазала, размазала. Главное, что она стоит 10 миллионов долларов. Да, да, да. Главное, чтобы было вау. Такого нет нигде. Да. Так оно любое плясь такого не будет. Это обезьяна рисовала эту картину. Или слон, да. Или слон. Ну, и вот и получается, заход просто с другой стороны сегодня идёт. Это не об искусстве. А потому что… Это о том, что в интерьер должно быть вписано дорого. Ну, можно было деньги расклеить на этой картине, на эту сумму. Потому что и сам дом раздут. Да. Поэтому пустота, она и требует пустоту. Пустота притягивает пустоту. И тогда нет искусства, а есть… Искусственность, да. Искусственность. И так оно и двигается. И тогда искусственность, она же мозг не различает. Слова вот эти, они… А искусственность там, где ты сам искусственный. Нажрался пластика. Да. Живёшь не своей жизнью. Дома тебе не нету. Бог вынесен из тебя. Спишь во сне, уснул и беспробудно. И ушло сознание. А здесь просто робот-автомат. Так что ты не искусственный при этом? Конечно. Вот тебе и показатель. Человек начинается с того момента, это когда он становится интересен сам себе. Робот выключается. У него происходит короткое замыкание и поломка, когда человек разворачивается в себя и говорит, как? Вот здесь я чувствую обиду. Почему я чувствую обиду? Вот здесь я чувствую злость. Почему я чувствую злость? И пошло, и пошло, и пошло. И тогда человек будет разворачивать, а что же у него в психике? А как устроено? Что такое эго? А как формируется личность? А как, а как, а как? И в конце концов он придет. Кто я? И зачем я живу? И ответ на вопрос, зачем я живу, он будет получать с разных информационных уровней в зависимости от того, как он себя осознает, в зависимости от широты восприятия. Вот тогда мы сможем говорить о том, что человек просыпается, а до этого… Глубже и глубже в сон уходит. Робот-автомат. Пилите гири. Робот-автомат.